Всем привет! Я как всегда снова рад вас приветствовать в новом видео, в котором сразу же хочу поблагодарить всех тех людей, которые смотрят мои видео, ставят лайки, пишут комментарии, делятся моими видео на своих страничках в социальных сетях, группах по акваринистике, рекомендуют для просмотра своим друзьям и знакомым, дают мне дельные советы и рекомендации. Большое вам за это спасибо! Нашему другу Амитрохину посвящается Перед вами умело отлаженный и со вкусом оформленный аквариум. За прозрачными стеклами журчит, переливаясь, в трубках фильтра чистая янтарная вода. Она преломляет лучи света, оживляющая миниатюрный пейзаж, песчаный пляж, россыпь мелких камешков, похожую на скалу террасу из крупных камней, корягу с замысловатыми сплетениями, изумрудные заросли растений. Нарядные экзотические рыбки, по всему видно, довольны своей жизнью в этом удивительном, теплом, залитом мягким светом мире. У неискушенного наблюдателя появляется горячее желание завести такой же живой уголок у себя дома. Ведь все так просто. Только бы раздобыть аквариум, а там. Но знал бы начинающий, как обманчива эта внешняя простота и сколько забот и огорчений ждет его порой после первых мнимых успехов, приятных минут. Сначала все пойдет совсем неплохо. А затем может статься так, что рыбы начнут гибнуть, растения гнить, вода портится. Неопытный любитель обычно начинает искать ответы не там, где следует. Допытывается, как ухаживать за той или иной рыбкой, за тем или иным растением, как избежать того или иного нежелательного явления в отдельности, не понимая, что важнее всего научиться ухаживать за средой, в которой живут его питомцы. Эту среду биологи называют средой обитания, и она состоит из отдельных, тесно взаимосвязанных компонентов. Цель настоящей книги познакомит читателя с особенностями и свойствами основных компонентов среды обитания в аквариуме, помочь осознать роль каждого компонента среды и научить управлять ею. Внимательному читателю книга поможет обеспечить в целом оптимальные условия в домашнем водоеме, а следовательно, и благополучие жизни каждого его обитателя. Однако у каждого аквариумиста по мере освоения элементарных навыков появляется потребность совершенствоваться в своем деле, идти дальше. И тогда возникают новые вопросы, где достать корм для аквариумных питомцев, как заставить рыбок размножаться, как научиться создавать новые разновидности декоративных рыбок. Содержательных ответов на эти и многие другие вопросы ищут и будут искать любители аквариумисты. К сожалению, в литературе этим основным проблемам уделяется очень мало внимания. Мешает традиционная схема подачи информации обо всем понемногу. Мы решили нарушить этот стереотип, вынуждающий аквариумистов топтаться на месте. В этой книге сделана попытка рассказать о главном, но поподробнее. Каждый из нас писал о том, чему посвятил много лет упорного труда. Потому и название книги «Секрет аквариумного рыбоводства» не случайно, хотя в самой книге нет, конечно, никакой засекреченной информации. Просто для новых поколений аквариумистов наш опыт может быть столь же ценен, как и секреты долголетия, красоты и молодости. Продолжение следует...